вы знаете ну давайте вот я вам скажу так вот это вот бандит но это это как бы определение какой группы людей по отношению кому в каких ситуациях я бандит понимаете да это это же все опасить да это все относительно опять и например или есть какая-нибудь там среда да которые в общем светские и гладкие да но но абсолютное беззаконие абсолютное там как ну как сказать там лоббирование прикрывание значит интересов туда-сюда а здесь все по понятию а что такое по понятиям вот в той структуре которую вы называете бандитами это значит по кону а не по закону это значит по справедливости а чем отличается справедливость допустим да вот закона отличается следующим что по справедливости вот допустим у славян была про то традиция да и там жили по кону когда значит круг казачий сходка вечер как вы это не назовите да рассматривают вопрос и например три человека совершили правонарушения какое-то или нарушение да ну проступок или преступления как угодно и вот одного человека за это преступление нужно березами разорвать второго по плечу похлопать и сказать ты больше так не делай а перед третьим извиниться что его до этого довели потому что обстоятельства разные а по закону это несмотря ни на что неважно что тебя довело что этому предшествовало какой-то и в какое время где и когда это произошло вот он одинаковый для всех закон одинаковый для всех при этом мы точно знаем что не одинаковый а племена живут по понятиям вот они живут да по справедливости другими словами по справедливости а что такое по понятиям это понимая что происходит это осознанно это учитывая вообще все они просто закрытыми глазами так что сделать статья у нас какая-то такая 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 вот именно значит все надо сказать что в такой ситуации сторонники англосаксонской то есть прецедентного права они могут сказать что они ближе к этой идее справедливости поскольку зачастую суд принимает решение не на основании писанного закона создает прецедент либо сам следует за прецедентом знаете иногда просто прецедент становится модным да он как бы это там и пиар акции или там присяжные присяжных тоже то если еще и не легче можно купить поэтому вот самое когда люди точно сидим на костер называется когда мы сидим вокруг костра и видим друг друга мы знаем про друг друга все мы знаем и любой из нас нарушит тот или иной кодекс чести ли до ли установленные правила ли купеческое слово очень раньше были купцы сейчас торговцы торгаши чем одни других отличается купцу было необходимо чтобы его знали все и он знал всех и купеческое слово было незыблемым потому что нарушив его он подводил всех своих предков всех идти никакого будущего своим потомкам не оставлял нарушив свое слово а торгашу надо чтобы не знал никто ему надо продать пусть оно будет некачественное пусть он будет 10 раз дороже там и так далее так далее вот принципиальные отличия вот точно так же на копе все 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 знали и все понимали и степень этого нарушения степень вины обстоятельства и так далее при таком количестве в современных социумов народа и юриспруденции ну это же поток скажешь ну и что мы тут годами будем сотни людей собирать тут смотреть значит в каком он настроении был что этому предшествовало какие у него там родовые травмы я не знаю что ну понятно что технологично это сложная история